Вы же помните мои челленджи в прошлом году в Планториуме? В этом году я буду вести урок и попробую себя в роли учителя, ведь это очень интересно и престижно. Классный наставник, это залог знаний, и я постараюсь быть именно таким. Последний ингредиент, который послужит катализатором для нашей реакции, в том числе, это некоторое горючее. Ура! Давай еще чуть-чуть ближе, еще чуть ближе. Соберно, два кубика в нашей копилочке. Я подготовила для вас супер-тему. В других выпусках мы управляли роботами, но когда я создавала своего двойника, это было очень круто. А в этот раз мы будем переносить реальные объекты в виртуальный мир. И в этом мне поможет мой наставник. В ролике ты узнаешь, как получить от меня подарок, так что смотри внимательно. Учит блогер! Учит блогер! Учит блогер! Здравствуйте, ребята! Сегодня вас ждет урок фотограмметрии. И позвольте представить вам вашего наставника. Мария Омайгах! Вы вообще задумывались, как в игры или фильмы переносят декорации? Как перенести в игру свою любимую кружку или, например, улицу? Можно моделировать с нуля, а можно перенести с помощью фотограмметрии. Я узнала, что в Кванториуме делают очень много таких проектов и начала побольше узнавать о фотограмметрии. Вот такое здание у нас было в реальности. Мы его отсканировали, и получилась вот такая крутая 3D-модель. Да, по сути, это просто большое количество фотографий, которые должны быть сделаны примерно на одной высоте и огибать объект полностью 360 градусов. После этого фотографии склеиваются, и их фон удаляется. Получается 3D-модель, которая не уступает по качеству с моделированным вручную, а иногда даже и превосходит, потому что здесь очень красивые текстуры переносятся объекта. На самом деле это большое количество фотографий с метаданными, которые соединили в одну. Получилась 3D-модель. Сейчас я расскажу проще. Как вы знаете, когда вы делаете фотографию, можете смахнуть вверх и увидите все метаданные, то есть на какую камеру была сделана фотография, ваше местоположение, в общем, вся информация о вашей фотографии. Эти все фотографии собирает программа, и получается 3D-модель. Да, абсолютно верно. Так разрабатываются игры и создаются фильмы. А еще мы в Кванториуме делали проект. Взгляни. Красота! Это проект по восстановлению частично разрушенных памятников в Великой Отечественной войне. Они находятся в разных локациях нашей области. Мы выезжали, сканировали их, потом с помощью 3D-редактора подправляли части, которые, может быть, разрушились, и потом печатали вот такие вот сувениры. А тебе тоже хочется заниматься классными IT-проектами? Кванториумы открываются по всей России по нацпроекту образования. Обучение бесплатное для всех ребят. Это круче, чем что угодно. Практически своя метавселенная. Ну что, будем пробовать? Итак, сейчас мы будем сканировать вот этот дом. Заходим в приложение, нажимаем на рекорд, и нам нужно закрасить всю вот эту красную местность. Это ручной сканер. Он сканирует с помощью кучи фотографий, а еще, как видите, он накладывает текстуру на изображение, чтобы увидеть его глубину. Мы должны отсканировать нашу 3D-деталь или любой объект полностью с разных сторон, и он выдаст нам уже модель. Тебе тоже захотелось обучаться в Кванториуме? Кванториумы открываются по всей России по нацпроекту образования. Обучение в Кванториуме бесплатно для всех ребят. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Это у нас сырая модель нашего 3D-кубика Рубика. Здесь надо его еще обработать. Это недостаток этого способа. Его нужно будет каждый раз обрабатывать, и если мы видим сверху и снизу, текстура не сканируется, потому что он стоит на платформе. Вот наша башня. Да, башня. Прям идеально, мне кажется, получилось. Прям один в один. Дальше у нас многоэтажка, которую мы сделали на телефон. Да, здесь сразу будут видны недостатки, потому что это сделано на обычный телефон, и на самом деле мы не так, чтобы много времени на это тратили. Если постараться, то можно и с телефоном сделать очень-очень приближенную 3D-модель. Ну, тоже хорошо. Без специального оборудования сделать 3D-модель – это вообще, в принципе, достижение. Кружку. Вот она в реальности, и вот 3D-модель. Я считаю, что у нас очень хорошо получилось. Мне сегодняшний урок очень сильно понравился. Я узнала, что такое фотография, узнала, что бывают такие сканили, которые сканируют предметы. Мне очень понравился сегодня урок. В этом уроке мы узнали очень-очень много нового. Я запомнила много чего интересного. Например, разные способы, как можно какой-то реальный объект принести в 3D-модель. Мне сегодняшний урок очень понравился. Он был достаточно познавательный. Было интересно загружать 3D-модели, потом смотреть, что у кого получилось. Маша очень хорошо объясняет тему. Все интересно, и ты вливаешься в урок. Ну что, наш урок закончился. Все молодцы. А теперь о том, как получить от меня специальные призы. Приходите в Кванториум, находите картонную меня, делайте со мной фотографию и выкладывайте с вот этим хэштегом. А я выберу троих и подарю им специальные подарки. А если ты тоже хочешь обучаться в Кванториуме, то покажи этот QR-код своим родителям, чтобы они нашли ближайший Кванториум в твоем городе. Обучение в Кванториуме абсолютно бесплатное для детей по всей России, благодаря нацпроекту образования. Всем пока-пока! Вы когда-то задумывались, как игры или фильмы переносят реальные декорации, улицы? Закончили. Так, окно, откройте, откройте, окно. Субтитры сделал DimaTorzok